Россияне перешли на удалинку из-за коронавируса. Как не потерять работу госэкономика экономика. Полночь 8, 12 апреля 2020 года. Пока все дома россияне перешли на удалинку из-за коронавируса. Как не потерять работу. Фото, Игорь Иванко, коммерсант. Пандемия коронавируса изменила привычный трудовой ландшафт. До неузнаваемости пустые офисы и улицы городов трансформировались в рабочие места на дому. Миллиарды людей по всему миру задаются вопросом, как им грамотно устроить пространство, чтобы сохранить баланс между трудовыми обязанностями и обыденным уютом домашних тапочек. Ответ на этот вопрос не очевиден, однако последствия могут быть колоссальными. Уже сейчас экономисты говорят о проблеме стоимостью 90 триллионов долларов. Для России карантин это одновременно и сложнейший вызов, и возможность значительно повысить производительность труда. Так необходимы устраняя в погоне за крупнейшими экономиками планеты. Эффективность домашнего очага в материале ленты.ру В четырех стенах. Коронавирус распространяется по планете, меняет привычки людей и организацию труда. Из страха компании по всему миру переводят сотрудников на удаленную работу. Первопроходцам в вопросе массового перевода работников на удаленку стал Китай, где началась эпидемия. По мере распространения коронавируса опыт переняли во всему миру. Из дома теперь трудятся работники Amazon, Facebook и Google. Самый главный вопрос в сложившейся ситуации будет ли дистанционная работа эффективной. Фото, Владимир Смирнов, ТАСС. Из-за пандемии российские власти рекомендовали бизнесу и ведомствам перевести на дистанционную работу максимальное число сотрудников. Например, из дома трудятся более 93 тысяч сотрудников РЖД. На дистанционный режим переведены Минэкономразвитие, Минпромторг и Минкомсвязи. Рабочий полудень. Однако удаленку себе могут позволить не все. В условиях кризиса российским работодателям нужно сокращать расходы на персонал, избегая массовых увольнений. Выход из сложившейся ситуации уменьшения рабочих дней. Теперь стала актуальной отложенной в долгий ящик идеи введения четырехдневки. В прошлом году ее активно продвигал Дмитрий Медведев, занимавший тогда кресло премьер-министра. Профсоюзы поддержали инициативу, а экономисты говорили, что идея нереалистична, а сокращение рабочих дней обрушит производительность труда. Эксперты утверждали, что переход на сокращенную рабочую неделю является перспективой очень далекого будущего. В условиях пандемии и экономического кризиса раскритикованная идея оказывается актуальной. Фото Брэндон МакДермид, Ройтез. О введении неполного рабочего дня раздумывают и в РЖД. Тем более опыт у корпорации есть. При прошлом руководители Владимире Якунине там устраивали сокращенные рабочие дни во времена прошлых кризисов. Неделю сократили и в метро Екатеринбурга. В обычный график подземка войдет с восстановлением пассажиропотока. В целом, по мнению экспертов, четырехдневка станет хорошей альтернативой массовым увольнениям и равнозначно сокращению 20% штата. Масштабный эксперимент. По распоряжению президента России апрель в стране объявлен нерабочим с сохранением заработной платы. На деле многие работодатели эти требования проигнорировали. Почти половина, 49%, фирм перевела сотрудников на неполный рабочий день с сокращением зарплаты. Более 20% компаний сократили зарплаты, не меняя количество рабочих часов. Почти треть работников на время отправили в неоплачиваемые отпуска. Владимир Путин. Фото, Алексей Дружинин, РИА Новости. В Кремле указывают, что эти вопросы находятся в компетенции правительства и оперативного штаба. Одновременно за неделю карантина в стране резко подскочил спрос на удаленную работу на 246%. Увеличился спрос на удаленную работу в России. С массовым переходом на дистанционную работу крайне важно сохранить производительность труда. Согласно целям национального проекта, к 2024 году она должна вырасти на 5%. На это выделено более 50 миллиардов рублей. Российские власти подчеркивают, что ситуация на рынке труда сейчас спокойная. Одновременно в правительстве признают, что достичь заявленных показателей в экономике будет непросто. Конечно, при нынешней ситуации есть много вопросов, но думать надо о будущем, сказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он добавил, что производительность труда на средних и крупных несырьевых предприятиях должна расти темпами не ниже 5% в год. Рост показателей собираются обеспечить за счет увеличения экспорта промышленной продукции. Несмотря на санкции и временные трудности из-за пандемии, необходимо нам серьезно и значительно расширить экспорт, в том числе за счет продукции машиностроения. Михаил Мишустин. Премьер-министр России. Ученые Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского делают утопичные прогнозы. По их оценкам, при сохранении нынешнего уровня производительности труда вкупе с отказом от сокращения Россия могла бы перейти на трехчасовый рабочий день уже к 2040 году. При всех неоспоримых минусах пандемии она открывает перед Россией возможность провести самый масштабный эксперимент на рынке труда за всю историю. В условиях пандемии и кризиса можно будет понять, насколько реально эффективными окажутся у Даленко и сокращенная рабочая неделя. Елизавета Городищева.